Алексей Сотников Добрый день, Life is Good! Я рад приветствовать всех вас на этом пятом юбилейном конгрессе компании Life is Good! Уважаемые партнеры, уважаемые коллеги, друзья! Хочу вам рассказать свою историю. Я родом из небольшого городка. Этот город называется город Орел. Из бедной семьи, в которой воспитывала меня всего лишь одна мама. И мама воспитывала меня и сестру на 6,5 тысяч рублей в месяц. Двоих. Вы просто вдумайтесь! На 6,5 тысяч. Я сейчас не могу понять, как это было возможно. Но я к чему это говорю? То, что с юных лет я уже понял, что я знал цену деньгам. И я знал то, что мужчина должен их зарабатывать. И поэтому уже с 14 лет я начал официальный трудовой стаж. Я не боялся никакой работы. Убирал мусор в экологических отрядах в 14 лет. Успел поработать слесарем. В работе по найму добивался успеха. Собственный бизнес. Крайнее мое место работы, это когда я пришел в город Москву, приехал и устроился на обычный завод. Поехал за большими деньгами. И устроился слесарем. И пришел устраиваться вот именно вот в таком виде к начальнику. Начальник посмотрел на меня, говорит, а ты в курсе, кем ты будешь работать? Я говорю, нет, не в курсе. Но той должности, которую я хотел, ее не было в штате. Она была занята. И до освобождения оставалось полгода этой должности. Я говорю, если через полгода я не буду занимать эту должность, тогда откажите мне сейчас. Он улыбнулся и сказал, иди устраивайся. До того момента я уже успел стать в компании Гермес клиентом. Просто клиентом меня не интересовала работа. Решающим моментом, когда я решил делать бизнес в компании Life is Good, для меня стал директорский балл 2017 года. Сейчас объясню почему. На этом мероприятии Роман Викторович Василенко подарил за отличную работу своему сотруднику Мерседес. А вы знаете, что я подумал в тот момент? Несмотря на то, что я проделал свою работу отлично, вот мне Мерседес никто не подарит. Никто. И я решил работать в компании. Было непросто. Было очень непросто. Никто не обещает, что здесь будет легко. И я хочу сравнить, вот привести вам пример, почему здесь нелегко и с чем сравнить. У нас недавно проходил ретрит. Его здесь показывали. Что на этом ретрите? На этом ретрите идет некая команда объединения. И вас мотивирует. И вот крайнее задание было, это здоровенное дерево, высота 21 метр. Туда нужно было со страховкой залезть. Впереди висела планка, нужно было прыгнуть за нее и зацепиться. Я поднялся наверх, вся команда мотивирует, встал. И несмотря на то, что я прыгал с парашютом, я вот так встал, посмотрел вниз и отцепенел. Инструктор говорит, прыгай. Я говорю, сейчас, сейчас, минуточку. И меня трясет. Знаете, что самое интересное? Чем сильнее меня трясет, тем сильнее трясет это дерево. Пересилил себя, команда мотивировала, я прыгнул. Я выполнил это задание. Я для чего сейчас это проговариваю, уважаемые дамы и господа. Вот вспомните, здесь же у нас сидят все сотрудники от второго уровня. Вспомните, как часто трясутся коленки перед тем, как мы идем делать первые презентации. Вот вспомните этот момент. Но самое главное его преодолеть. И тогда у вас будет все. Мог ли я тогда на заводе 3,5 года назад, лежа на полу, потому что приходилось ночевать там же, чтобы достичь этой должности, думать, что через каких-то 3,5 года я буду стоять на сцене перед 6 тысячами человек. Если бы мне кто-то это сказал, я бы покрутил ему у виска. Нет, не думал. Но для чего я это говорю, уважаемые мои? Здесь, я уверен, будет стоять абсолютно каждый из вас. Если вы не сдадитесь и прыгнете, как я с того дерева. Ну и если у вас не будут трястись ноги. Желаю вам всего самого доброго, успеха, процветания вашим большим командам и крепкого-крепкого здоровья. Будьте счастливы! Алексей Сотников. Global Star Club. Возможности безграничны.